Вы вспомнили, как один из ярких моментов истории православного молодежного движения Орловщины, о котором и хотим сегодня рассказать. Православное молодежное братство военно-святого великомученика и победоносца Георгия было создано 14 сентября 2001 года. Инициаторами выступила группа молодых людей с целью, чтобы объединить православных юношей и девушек для защиты их интересов, для вовлечения молодежи в социально значимую деятельность, для утверждения среди молодежи нравственного образа жизни и основ православия. Наша организация является общественной, это не религиозная, не политическая организация. И мы предназначаем себя для возрождения традиций Святой Руси, для возрождения веры наших отцов. Не секрет, что сейчас страна наша заполнена представителями различных сект, верований, которые никогда не были приняты на Руси. Сейчас же они ведут очень агрессивную политику и цель наша защитить души молодежи от вот этого тлетворного влияния. В наши организации входят следующее подразделение. Это военно-патриотический клуб «Пересвет» на базе Управления Федеральной службы налоговой полиции Парловской области на безвозвездной основе. Подростками занимаются тренеры по рукопашному бою, по огневой подготовке, историки и, естественно, священник для духовного просвещения. Экспериментальный православный кадетский класс на базе 8 класса А средней школы, номер 35, Голдорла, классный руководитель Полякова Лариса Юрьевна. Михаил Юрьевич и сам проводит занятия у этих ребят. Эксперимент с этим классом был начат два года назад. В ходе разнообразных школьных мероприятий, праздников, экскурсий, бесед, да и просто храня память о погибшем в Чечне Андрею Перелыгине, учившемся в этой школе, эти восьмиклассники постигают традиции русской православной культуры. У нас, вы уже познакомились, видели, работает выставка библиотека православной духовной литературы, работает ансамбль военно-патриотической песни «Пересвет», где ребята исполняют песни как духовного содержания, так и военно-патриотической направленности. Летом на базе нашего братства был создан педагогический отряд «София» для работы в православном детском лагере. Уже два года действует православный лагерь «Орловский паломник» на базе пионерлагеря имени Гагарина. В одну из смен целиком собирают ребят православных для того, чтобы они могли именно в соответствии со своей верой отдохнуть так, как это предписывает им православная вера. То есть ребята там не занимаются ни на дискотеках, ни фильмы не смотрят. Они занимаются вопросами краеведения, совершают и паломнические походы, и, соответственно, выполняют молитвы. И, кроме того, значит, работает кружковая работа, проводится. То есть ребята отдыхают так, как предписывает православная вера. У нас разработана концепция развития, планами нашими является создание областного молодежного духовно-просветительского центра, чтобы не в этих узких стенах, чтобы к нам могли приходить как можно больше молодежи, и знакомиться с литературой, и проводить дискуссии. Примером таких дискуссий у нас в прошлом году прошла акция «Безмолвный крик» в защиту нерожденных детей. Приезжали представители из Москвы, из центра «Жизнь». Проводилась большая разъяснительная работа, в частности, в отношении профилактики, абортов и так далее. Сейчас в этом направлении тоже ребята работают. Сейчас вот по городу разосланы листовки, проводится изучение общественного мнения, и эта акция будет иметь продолжение. Кроме того, в качестве, вернее, в отношении духовных традиций, мы каждый год проводим Дни православной культуры. В этом году на святочные дни у нас состоялись такие Дни православной культуры. У нас прошел вечер памяти орловского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева. Была проведена акция «Православная книга в бар ребенку». В эти дни продолжается Великий пост. Сейчас людей на службах становится больше, и много теперь в храмах молодежи. Конечно, есть у нее свои проблемы, которые пытаются решать специально созданные епархиальные отделы в каждой епархии Русской Православной Церкви. Епархиальный отдел по делам молодежи создан в нашей епархии в 2001 году. Потому что в 2001 году, в мае, прошел первый всероссийский всеправославный молодежный съезд, на котором участники, прибывшие со всех уголков России, выразили мнение, которое давно уже декларировала и выражала Церковь, о том, что миссию среди молодежи должна осуществлять сама молодежь. И вот для того, чтобы эту молодежь более организовать, чтобы этой православной молодежи дать нужное направление, во всех епархиях были созданы так называемые епархиальные отделы по делам молодежи, в задачу которых входит координация всей деятельности православной, связанной с молодежью на территории всей Орловской и Ливенской епархии. Вот в нашей епархии епархиальный отдел очень тесно сотрудничает с православным молодежным братством во имя Георгия Победоноса. Почему? Потому что это братство, которое единственное в своем роде вообще на территории всего центрального черноземного округа, православного есть братство, но молодежного братства нет. И вот когда я был в Москве, Владыка Александр Костромской-Галичский, который возглавляет синодальный отдел по делам молодежи, он даже как бы похвальнил нас, сказал, что вы были как бы пионеры в своем роде. Потому что у нас в уставе, и у нас мы, и вот братство, оно зарегистрировано как юридическое лицо. То есть государство как бы признало, что молодежь может быть православной, и православная молодежь может объединяться и иметь статус такого юридического лица. И в своем уставе, в своей деятельности вообще братство Георгия Победоносца нисколько не противоречит ни уставам, ни канонам православной церкви, а только помогает. И вот именно с этим братством осуществляются слова патриарха, который сказал, что молодежь должна проповедовать в своей среде. То есть обязанность проповедовать слово Христа, Евангелие уже больше возлагается не столько на священников, сколько на саму молодежь. Потому что иногда молодежи легче слушать своих сверстников, чем, например, вот, или видеть даже своих сверстников, которые говорят о Боге, о своем отношении с Богом, чем, например, придет священник и будет, может быть, даже как-то либо свысока, либо они просто так дистанцируются от Него и будут им говорить о Христе. Отец Владимир из Мценска, о котором мы сказали в начале передачи, как раз и осуществляет со своими ребятами такую миссию. Самое главное, конечно, не победа, как это ни странно. Самое главное, как сказал Алексей Евгеньевич, это действительно встать со своих диванов, это выйти на улицу, посмотреть, что есть другие прекрасные вещи, кроме того, что предлагает современный мир. Мы будем очень рады, если в следующем году на этом берегу будут стоять не десятки, а сотни детей, которые будут в спасательных жилетах, будет им нравиться, как хлопает над головой парус, как шумит волна, рассекаемая яхтой, ну и так далее, и так далее. Почему именно мы сегодня стоим у истоков? Этот вопрос сейчас никто не разрешит, но слава Богу, что мы стоим у истоков, и дай Бог, чтобы этот ручеек наш сегодняшний, начинающий, разлился в огромную широкую реку и вышел в океан, а может быть даже в кругосветку. Это поможет нам Господь, это благословит всех нас. Костяк Братства составляют не только те, кому, согласно уставу, от 14 до 30 лет, но и те, кто просто молодушой. В этом возрасте у человека, как известно, больше всего сил, которые можно пустить на добрые дела. Так, 4 марта в Бохловском детдоме ребята провели благотворительный вечер. А прошлым летом они смогли принять участие в нескольких походах. В 2002 году прошло как бы два православных лагеря. Один общероссийский, то есть он в Подмосковье проходил. Там присутствовали дети, как молодежь из 27 епархий, где обменивались опытом, как бы, и отдыхали заодно. То есть в течение дня там проходили различные лекции, семинары и так далее. Ну, было время и для отдыха там, то есть костры всякие, развлекательные мероприятия, вот, и так далее. Вкратце. Ну, в Бохловский лагерь там были, как бы, дети поменьше уже, из различных уголков Орловской области, из Нценска, там из Долгого дети были. Вот, там, ну, больше времени уделялось, как бы, отдыху и, как бы, тому, как истинный православный христианин должен проводить свой день. То есть тому дети, вот, обучались, смотрели и учились на примере, все это, как бы, постигали. А по окончании лагеря, как бы, прошел сбор педагогических отрядов в молодежном центре «Полет». И там, как бы, рассказывал каждый педагогический отряд о проведенной работе в течение летних каникул. Вот, у нас тоже создан, как бы, педотряд молодежный «София». И он тоже представил там выставку и выступление готовил, за что получили почетную грамоту. В этом году праздник «Стретение Господне» во многих странах отмечался как День православной молодежи. Мы знаем, что традиция отмечать этот праздник уже прочно вошла в жизнь некоторых епархий и Русской Православной Церкви. Сегодня, в переломную эпоху, когда от молодого поколения зависит путь нашего Отечества в 21 веке, Русская Православная Церковь призвана явить миру свое юное лицо. Такие слова прозвучали в послании Святейшего Патриарха Московского и Сея Руси Алексея II, с которым он обратился по случаю Дня православной молодежи. С Божьей помощью работаем. Конечно, желательно, чтобы у нас было как можно больше помощников. Мы ни для кого не закрыты. Приходите к нам. Мы находимся на территории городского парка культуры и отдыха, в здании киноконцертного зала «Юбилейный», на третьем этаже. Наши контактные телефоны 9-33-33. Здесь каждый день с 10 и до 18 у нас дежурят наши сотрудники. Мы работаем здесь во славу Божью. Никто нам зарплату не платит. Мы работаем в интересах веры, в интересах своего Отечества. Одним из направлений работы православного братства является подготовка к созданию медико-консультативного центра. Проведенный репертиальным отделом по делам молодежи мониторинг совместно с братством позволяет сделать такую оценку, что большинство населения негативно реагирует, например, на аборты, когда мать согласна своей утробе уже убить беззащитного ребенка, который даже не может заплакать. И вот ближайшая наша цель – это создать в городе такой православный медико-консультативный центр по защите материнства и детства. То есть, чтобы люди, даже не относящиеся к православию совершенно никак, могли прийти и получить какую-то помощь, может быть, даже материальную, если будет возможность, получить консультацию православного врача, православного психолога и священника. И вот у нас пока нет недокомплекта. Вот если есть желающие, то они могут как бы прийти в братство, и мы обговорим. Я обращаюсь ко всем, кто смотрит эту программу, из молодых или, может быть, и не молодых. Все в душе должны быть чувствовать себя молодыми. То есть, кто хочет внести свет Христов в мир, кто хочет, чтобы жизнь вокруг него, в его семье, на работе, в школе изменилась в лучшую сторону, чтобы люди больше узнали о Христе, больше узнали о православии, потому что о православии мы забыли, либо неправильно его совсем понимаем. Приходите, и мы будем вместе работать с вами во славу Божию. Таковы основные направления деятельности православного братства. Хотелось бы пожелать всем людям, посвятившим себя делу православного молодежного служения, успехов на их трудном поприще, борьбе за нравственность подрастающего поколения. Субтитры создавал DimaTorzok